1 декабря, как известно, вообще во всем мире отмечается, ну называется, Всемирный день борьбы со СПИДом. И одновременно день, это день памяти жертв, что ли, ВИЧ-инфекции и СПИДа, да? Вот в этот день привлекается общественное внимание к этой проблеме, которая до сих пор существует, которая актуальна и которая даже имеет тенденцию к увеличению, к разрастанию, да? Вот. И привлекается это каким образом? Ну, какими-то акциями, какими-то яркими мероприятиями, на котором не просто можно прийти посмотреть, а что-то узнать и, ну, как-то обезопасить себя от ВИЧ-инфекции. Сегодня вы проводите квест, что там вы кластьете? Объясните, пожалуйста. Ну, квест это такая, ну, есть компьютерный термин, в общем-то, да, квест это такая бродилка. Вот если кто, ну, молодежи знают все, как компьютерные игры, ты приходишь на какое-то место, выполняешь задание и идешь дальше. Вот здесь ровно то же самое. Есть ряд станций, на каждой из которых команды будут выполнять задания определенные. Задание построено таким образом, что люди в этот момент узнают что-то новое, дополнительное по ВИЧ-инфекции, по СПИДу и в том числе научаются толерантному отношению к ВИЧ-инфицированным, которые, в общем-то, они живут среди них, да, являются полноценными членами общества. Как нужно обезопасить себя от поражения? Вертикально? Неважно. Возвращается, в первую очередь. Да, да, вот видите? Ну, не используем всякие иглы, шприцы, одинаковые. А, нет, иглы, шприцы это абсолютно химунда все. Вот у нас биологи есть, которые могут подтвердить, что не выживают. При гистороде, да, они погибают моментально. Понятно. ВИЧ-кончительная, как говорилось, мы ей должны оказать поддержку. Вы ее родственники, друзья, товарищи. Мы от нее не отказываемся, как раз на показку нефтипатичную. Мы поддерживаемся, как раз на показку нефтипатичную. Давайте вот так сделать ноги, разлимся вот так вот сейчас. Не надо, это не надо. А мы разлимся, это не делаем. А мы с тобой поддержкой тоже. Мы с тобой, Дилар. Дилар вперед! Проблема ВИЧ-инфекции, СПИДа наиболее актуальна для молодой части нашего населения, как наиболее сексуально активная часть. Основной путь передачи ВИЧ, это, безусловно, половой путь. Поэтому молодежь, это те люди, которым эта информация очень нужна. Не советую и вообще не желаю никому с этим сталкиваться, но все-таки 21 век, мы говорим, приходится к сожалению. ВИЧ-инфекции, 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 СПИДа наиболее актуальна для молодежи. Мне кажется, это очень полезно для современной молодежи. То есть мы будем знать, как вести себя, если мы, допустим, не дай Бог заразимся, о всех случаях, симптомах, заболеваниях. И мне кажется, это очень поможет всем. Сложно померить результат, ведь он же не в цифрах, не в буквах, а скорее в формировании какого-то сознания, что эта проблема существует, и какому-то доброму, ненапряженному, толерантному отношению к ВИЧ-инфицерам. Я думаю, это сложно измерить, но это можно ощутить в нашем обществе.